Добрый день, коллеги. Добрый день, Татьяна. Спасибо большое, что пригласили к участию в вебинаре и вывели меня наконец-то в эфир. Надеюсь, что меня тоже слышно, так же, как и, может быть, даже отчасти видно, так же, как и Татьяну. Ну что ж, коллеги, больше года мы с вами живем в каком-то смысле в новой реальности, вот в этой искусственной реальности. За это время многие компании успели что-то сделать в части имплементации инструментов искусственного интеллекта в свои решения. И вот своим небольшим опытом тоже хотелось бы поделиться. Но сегодняшний вебинар, он как бы на две неравные части у меня поделен. Получается так, что вначале я покажу вам буквально три слайда, чтобы хоть как-то представить тему, и затем по-живому вместе с вами попробуем создать что-то, соответствующее тематике, заявленной в названии. То есть создать, по крайней мере, кусочек учебного курса, используя искусственный интеллект. И по дороге расскажу особенности. Ну а после вебинара вы сможете и, конечно же, полистать презентацию в полном объеме. Я покажу только маленькую ее часть, да, несколько слайдов. И, естественно, воспользоваться вот этим бесплатным сервисом для преподавателей по созданию учебных курсов с использованием нейронных сеток, про которые я сейчас буду рассказывать. Итак, просто хотел напомнить, может быть, не все знают, но то, в общем, то явление, с которым мы с вами столкнулись там в конце 22-го года, оно на самом деле имеет некую предысторию. И началась вся эта история в 1727 году для тех, кто, может быть, не очень в теме, но те, кто... Вот сегодня говорили про библиографию, да, но наверняка в библиотеках... Ну, или, может быть, у вас дома на полке с книгами, которые вы любите, присутствуют произведения Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера». Если вы... Ну, наиболее из них, конечно, это про Гулливер, стране лилипудов, но там на самом деле несколько историй. Если кто-то читал, в разные места очень интересные попадал Гулливер. В том числе он попал в такую страну, которая называлась Лапута. Если кто-то помнит, поставьте, пожалуйста, плюсик или там огонек, зажгите, если кто-то читал эту историю про Лапуту. Да, вот, спасибо. Напомню, что это такой летающий остров с очень странными людьми, живущими на этом острове. Остров летал благодаря огромному алмазу, который там в днище этого острова был условно встроен. Но там всякие были разные чудеса тоже на этом острове, там мудрецы и прочие разные истории. Но одна из историй, которая там была, как раз связана с генеративным искусственным интеллектом. Для того, чтобы найти ответы на какой-либо журтрепещущий или непонятный вопрос, мудрецы вращали специальные ручки барабанов. И в специальном помещении буквы после этого вращения выстраивались в определенном образе. И специальные толкователи переводили эти буквы, которые образовывали слова или токены, если говорить сегодняшним языком, в семантику. То есть в некие значения, которые отвечали на тот или иной поставленный вопрос. Это первое описанное в литературе применение генеративного искусственного интеллекта. Свифт, вы знаете, что был большим провидцем. Он там предсказал два спутника Марса, ну и много других интересных вещей. Он еще к тому же был священником, если может кто-то знает. И вот нашему из сегодняшнего дня благодарны за то, что он впервые описал применение генеративного искусственного интеллекта. По сути вещей мы точно так, как он описал Свифт, и пользуемся им сегодня. Но время шло дальше. И вот, наконец, в середине 40-х годов XX века уже советник по науке тогдашнего президента Соединенных Штатов Рузвельта, которого звали его Новорбуш, описал такую гипотетическую машину, которая должна была помогать в деятельности конгрессменов, в частности, в библиотеке Конгресса США, устанавливать разные связи между разными документами, законами, подзаконными актами, там, практиками применения и прочее, прочее, прочее. И описал это все в книжечке, которая называлась «Как мы можем мыслить». Эта машина не была построена никогда, но вот она как идея, как некая теза была все-таки сформулирована. И спустя, там, примерно 20 лет, когда уже появились мейнфреймы, мейнфреймы такие большие машины, да, если кто-то помнит, ЕС-1060. Вот на этих мейнфреймах другой, интересный очень тоже товарищ американский, Теодор Хольм Нельсон, фактически на основании идей, предложенных Бушем, предложил понятие гипертекстов примерно в том виде, в котором мы сейчас его используем в браузере. Вот мы с вами в браузере, да, это тоже гипертекст просто таким образом оформленный. И вот уже только после 91-го года, когда появились первые браузеры в том виде примерно, когда, помните, там, первый такой был Мозаик, да, назывался, один из первых браузеров, да, Мозаик. Все богатство интернета стало копиться, потому что мы там общаемся, коммуницируем, мы публикуем что-то. И вот уже на основе больших данных, которые накоплены во всем мире, во всем интернете, в 22-м году был запущен сервис, про который мы сегодня в том числе будем говорить, который в значительной степени изменил наше отношение к происходящему с точки зрения потребителя, да, и того, что можно сделать. И в многих случаях позволяет или позволит еще в будущем, потому что эта тема развивается очень сильно, внедрить это в наши бытовые устройства, в промышленность, то есть во все сферы жизни. Так же, как во все сферы жизни в свое время вошли сотовые телефоны, точно так же искусственный интеллект проникает во все это дело, и, ну, там еще 3-4 года, и мы без него с вами жить уже в значительной степени не сможем. Вот такая ретроспектива перед тем, как я расскажу про маленькую, милипусенькую частичку применения этих всех инструментов в проектировании и разработке электронных учебных курсов. Наша компания Гипри Метод, она занимается далеко не только электронными курсами, у нас множество инструментов, но это не тема сегодняшнего вебинара, вы можете потом посмотреть на нашем сайте, там много систем управления обучением, в вузах, в компаниях, в дополнительном профессиональном образовании. И вот одна часть, и там мы тоже применяем, да, генеративный искусственный интеллект, но одна небольшая частичка связана с нашим таким сервисом или платформой для разработки электронных учебных курсов. Она относительно классическая, но тем не менее, которая называется AfterCloud. Это и название платформы, это и адрес в интернете, по которому вы сможете к ней обратиться. Последний слайд перед тем, как я перейду, собственно говоря, уже к демонстрации. Несколько слов о самой платформе, чтобы мы с вами, ну, как-то более-менее понимали, для чего это дело. Придумано было. Основная наша была задача связана с тем, что, как правило, все средства разработки электронных курсов, они, ну, условно, индивидуальны. Ну, там, возьмите, там, Articulate, да, или возьмите CourseLab, или возьмите iSpring. Ну, средств много, и они всякие разные, и хорошие, и замечательные, и всякие. Но, как правило, сидит один разработчик, который вот там создает презентации, или создает там слайд-курсы, или что-либо еще. Наша задача была несколько иная. Перед нами стояла задача организовать работу множества разработчиков, авторов и разработчиков электронных курсов на одной платформе, так, чтобы эти процессы шли параллельно. Ну, к примеру, там у нас есть заказчики, которые на платформе одновременно работают более 200 человек, разработчиков, с единым информационным пространством. То есть они создают огромное количество учебного контента, взаимосвязанного, взаимоувязанного. И понятно, что там множество задач, связанных с тех, которые не возникают, когда разработчики индивидуальны. Ну, к примеру, да, это вопрос версионности. Вы что-то изменили, то, что используется в другом каком-то месте, и вот эта вся история, вот там устаревание, повторного использования, недублирование, да, то есть неизбыточность, и множество чего-чего. И вот в конце, вернее, 23-го года, в сентябре месяца мы впервые показали применение системы искусственного интеллекта при разработке электронных учебных курсов. Где это, в чем это реализуется? Ну, в тех категориях основных, которые у нас с вами здесь на слайде есть. Мы с помощью системы искусственного интеллекта можем создавать проект учебного курса, ну, учебную программу, да, можно другими словами назвать. Сейчас все увидим. С которой работает команда проекта, то есть не обязательно один человек, но может быть много, да. Если мы говорим про ВУЗ, это может быть там доцент и множество ассистентов или студентов, которые помогают создавать. Если мы говорим про дополнительное профессиональное образование, да, множество разных авторов, которые работают одновременно созданием того или иного, извините, предмета. Это создание непосредственно самих элементов этого учебного курса, то есть учебного контента, разделов, подразделов, абзацев, ну, и всего вот этого, да, там, библиографии в том числе, кстати говоря. Это создание контрольно-измерительных материалов, тестов, промежуточных, итоговых вопросов на внимание, ну, и так далее. Для чего? Для того, чтобы все это собрать и опубликовать. Ну, так, чтобы была торгаемая публикация, к примеру, в формате Скорма, который вы можете уже поместить потом в, ну, практически любую ЛМА-систему, поддерживающую данную спецификацию. Вот основная идея заключалась именно в этом. Позволить автоматизировать, сократить время на разработку учебного контента, но при этом оставив за разработчиками возможность изменения, дополнения, верификации, потому что, ну, одна голова хорошо, две лучше, а одна плюс искусственный интеллект, да, очень сильно сокращает время. Вот, коллеги, такая, краткое вступление. Ну, теперь попробую расшарить экранчик и показать, показать, как все это дело работает. Так, секундочку. Ну, естественно, я просто в браузере, да, ввожу. Давайте сначала начнем, я просто уже авторизовался. Если вы воспользуетесь системой нашей, да, вот, находится по адресу яавтор.клауд, то сможете зарегистрироваться. Регистрироваться здесь, внизу кнопочка регистрироваться находится. Получите по почте логин и пароль для доступа, ну, и дальше уже войдете в систему, даже как вхожу я. У меня, правда, немножечко прав больше, чем у вас, потому что я, в том числе, у меня права администратора есть, но на суть демонстрации это особо не повлияет. Здесь же, когда вы войдете, вы сможете внутри, внутри, вот, на первой же страничке, ну, ознакомиться с краткими материалами, видеороликом, который показывает процедуру создания этого электронного контента с помощью искусственного интеллекта, ну, и какими-то другими особенностями платформы, которые могут быть интересны или, там, неординатны в нашем с вами случае. Начнем создавать, да, значит, как вы поняли уже, есть понятие проекта. Проект – это, ну, условно, для простоты будем считать, что это учебный курс. Создаем учебный курс. Ну, к примеру, там, возьмем какой-нибудь... С одной стороны, понятный, да, но, с другой стороны, не совсем простой материал. Там, к примеру, история российской идентичности, да. Даем краткое описание этого курса, да, история российской идентичности, и, значит, роль личности, истории, да, премьеры, что еще там, там, история си, да, ключевые слова. Значит, плановые какие-то показатели, количество учебных материалов, которые будут создаваться, ну, сейчас это не имеет, и плановое количество контрольных материалов. Ну, какие-то даты, поскольку мы все-таки планируем. Создали карточку этого учебного курса, и теперь наша с вами задача... Вот из чего бы, да, наш курс будет состоять? Из набора учебных материалов, из набора контрольных материалов, команды проекта, которые будут создавать эти материалы. Ну, команда, понятно, сейчас она в моем единственном лице, а так, в принципе, можно объединить множество человек при работе с этим проектом. Давайте... Мы можем создавать, естественно, этот курс вручную, но мы с вами попробуем создать учебный план для начала с помощью системы искусственного интеллекта. Значит, систему на текущий момент времени можно использовать две. Либо ChatGPT по умолчанию, либо Яндекс.GPT. В результате, в конечном счете, получится несколько разный, но, тем не менее, и в том и другом случае он получится. Значит, при... Ну, вы наверняка знаете, существует понятие prompt, да, такой вот такой запрос к системе. Соответственно, на текущий момент времени мы с вами для формирования программы обучения формируем параметры промта, который будет потом в будущем отправлен в данном случае в ChatGPT. Значит, какие параметры здесь у нас с вами имеют место быть? Уровень сложности. Ну, допустим, укажем средний уровень. Еще раз напомню, да, что, в принципе-то, формируется текстовый промт, мы его потом увидим и сможем отредактировать, не ограничиваясь только теми параметрами, которые сейчас вы видите на экране. Ну, это такие какие-то целевые, типовые. Итак, целевая аудитория, студенты университета. Сфера обучения, ну, допустим, это будет культурология. Цель обучения, там, понимать основные вехи и личности истории России, к примеру. Объем часов, ну, допустим, там, 15 часов. Стиль изложения деловой. Это может быть, там, с элементами юмора. Опять же, текстовое поле, можете написать что угодно, и еще раз забегу вперед, что промт потом можно будет подправить. Формат. Значит, у нас с вами это будет онлайн-курс. Учебный контент какой. Текстовые материалы и тесты. Фактически мы сейчас с вами сформировали параметры дучьего промта. Вот мы можем на него теперь с вами посмотреть. Система предлагает, значит, твоя роль, экспертный преподаватель, педагогический дизайнер, задача, разработатель, ну и так далее. Это текстовое окно, и мы можем с вами его отредактировать, если считаем, что что-то следует добавить или убавить, или как-то не очень корректно. Ну, дальше обращаемся к час-депяти. Забегая вперед, хочу сказать, что, ну, поскольку это все-таки иностранная платформа, не всегда, не всегда, да, все проходит гладко, какие-то, возможно, вот, со второго раза получилось, да, сгенерировать. Поэтому, если вы будете пробовать, не расстраивайтесь, если при первом нажатии, при первом крике, да, не получили ожидаемого результата. Значит, итак, чат GPT нам сформировал учебный план по культурологии для студентов университета. Значит, основа российской, состоящая из нескольких разделов, ну, в данном случае трех, да, основа российской идентичности, онлайн, курс какой-то, да, и закрепление знаний, тесты. На основании этого, этот план мы также можем с вами совершенно спокойно отредактировать, добавить, там, допустим, роль первого в истории России, ну, или откорректировать формировки предложенного варианта. После того, как мы решили с вами, что наш учебный план вполне годится, мы можем уже сгенерировать, собственно говоря, учебный план, как информационную сущность внутри самой системы. Вот три наших, три наших разделчика получилось таких, которые объединены, ну, такое представление лонгрида, но горизонтальное, условно, да, это, условно, внизу вот конец страницы, и начало там следующей странички, соответствующий раздел. Цифрики наверху показывают порядок следования, да, мы можем там что-то изменить в порядке следования этих разделов, если считаем нужным. Соответственно, система показывает тот раздел и сгенерировано его содержание. Для того, чтобы теперь сгенерировать уже не темы сами, да, а непосредственно само содержание того или иного раздела мы просто выделяем внутри редактора, ну, там, роль Петра I в истории России, например, и обращаемся к кнопочке такой, которая называется AI, справа нажимаем. Точно так же здесь показывается кусочек промта, там, объем слов, там, допустим, 200, да, к примеру. И происходит обращение к, опять же, к чат GPT для того, чтобы чат помог нам, значит, расшифровать роль Петра I в истории России. Ну, достаточно кратко получилось, но мы можем там повторять, уточнять. Мы здесь можем, допустим, роль Петра I в основании города Бург, да? Ой, ошибся. Педжи выделили, добавили. Ну, примерно так, да. Соответственно, другие разделы аналогичным образом. Обращаю ваше внимание, что на каждом шаге формирования содержания мы имеем возможность корректировать результат, корректировать сам запрос, да, на входе. Тем самым, ну, в значительной степени оккупируя возможности, вернее, риски того, что текст, который мы потом включим в окончательный вариант нашего учебного курса, будет, ну, мягко говоря, не соответствовать действительности или не соответствовать вашему, по крайней мере, как автору, представлению о том, что такое хорошо и что такое плохо. Ну, дегенерируем, да, наше с вами. Объем материала, который выдает сама система, опять же, регулируется. Помните, там были параметры сложности и вот, ну, каких-то таких вещей. Ну, вот, допустим, сохраним, да, наш, удалим вот эти лишние минусики, которые нам не нужны сейчас. Сохраним. Посмотрим теперь, как выглядит наша с вами страничка. Вы видите, да, наш теперь листочек, он такой уже с расшифровочками, вот, там, основное введение в культурологию и так далее. То же самое продолжаем и с какими-то другими элементами. Значит, теперь давайте посмотрим, а что же у нас с вами, в принципе, получается с точки зрения, ну, контента, да, как наш учебный курс будет выглядеть. Приблизительно вот так вот, да, значит, основа российской идентичности. Слева, это уже, грубо говоря, мы сейчас с вами смотрим на кусочек с корма пакета, который сформировался, если мы его опубликуем, да, куда-то в LMS, куда-то загрузим, вот мы получим примерно вот то, что сейчас видим на экране. Значит, слева оглавление, по которому можно, нашего раздела, да, справа, ну, собственно, или сам контент. Этот контент мы можем... ну, мы сейчас смотрели с вами только вот первый разделчик, да. Значит, этот контент мы с вами можем редактировать дальше, добавляя сюда иллюстрации, видео. Ну, здесь в самой системе достаточно много всяких возможностей. Здесь можно делать интерактивное видео, но для интерактивного видео понятно, что мы не интегрированы там с кандинским или какой-то там еще другой системой генерации изображений. Сейчас речь идет только лишь о генерации самих текстов, да, в учебном контенте. Ну, видео совершенно спокойно можно сюда добавить. И вот здесь вот в вкладочке есть элементы, куда мы с вами можем... в которые мы можем с вами добавить какое-нибудь видео. Например, да. И включить в... в... в наш... в наш курс. Ну, возьмем какое-нибудь видео тут вот. Ну, например, тут про снеговика. А, да, какой-нибудь... сейчас не суть важна. Вот. К этому видео можно добавить еще субтитры всякие разные там для навигации и прочее. Ну, просто добавим ссылочку на это видео в наш текстовый контент, чтобы проиллюстрировать, что можно тексты... не только тексты создавать, но и надо было бы видео, конечно, про Петра Первого добавить. Ну, простите меня, да. Добавляем... сейчас, секундочку. Где тут у нас кнопочка. Ой. А вот... Выберите модуль. Вот наше видео. Создаем скриншот этого видео. Ну, там, например, какой-нибудь такой, да. И теперь у нас... Ой. Добавил. Про ошибчание. Не добавил. Угу. Вот. Чего-то я тут не так сделал. Ну, ладно. Пойдем дальше, да, не будем зацикливаться. Значит, что дальше? После того, как мы с вами создали, ну, условно, первую разделечку. Естественно, эту операцию мы повторяем для всех остальных разделов, дополняя и корректируя их так, как мы считаем нужно. Ну, я не буду все это делать по понятным причинам. Нам важно посмотреть с вами основные принципы. Вот. Для нас с вами важно, наверное, в большей степени другое. Создать контрольные измерители материалы, тесты. Да, соответственно, создаем тест. Итоговый тест по истории России. Так. Так. Сейчас, секундочку. Когда холодно и мрачно в Петербурге, всегда возникает ощущение того, что ты что-то делаешь неправильно в своей жизни. Я имею в виду, живешь в Петербурге. Значит, ну, сейчас мы с вами изменим, да. Да, вот. Сгенерировать контрольный материал для первого раздела. Ну, либо для всех разделов сразу, да, в зависимости от того, сколько у вас есть учебного материала. Тип теста, описание, там, история. Государство российского, да. Так, что тут мы тут номер один. Ну, ряд параметров, которые вводятся. Значит, соответственно, опять же, кусочек промта, который формируется. Там количество вопросов, допустим, три. Сложность вопросов средняя. Опять же, формируется промт, да, про который мы с вами говорили. Только уже теперь это промт, который позволяет создать учебный материал. Применяем его. Ну, ну, некая пауза, связанная с ожиданием. Нам предлагается, вот это уже результат внизу, который создал искусственный интеллект. Три вопроса, как мы с вами просили. И, значит, поскольку там было, помните, про Петербург, да, тоже, поэтому по материалам того, что было в курсе, вот созданы три контрольных вопроса. Там, кто считается основателем города Санкт-Петербург? Там, Александр I, Петр I, Екатерина II. Какое влияние Петр оказал на историю России? Ну, тут тоже разные варианты ответов, да, на вопросы. И что представляет собой культурная идентичность, да, поскольку курс у нас про культурную, про идентичность, да, в истории России. Вот. Опять же, мы можем с вами, с вами отредактировать, да, и текстформировку вопроса, и варианты ответов. Для нас с вами важно что? То, что ЧАС-ГПТ в данном случае проделал за нас множество работы, связанной в первую очередь с поиском неверных ответов, да. Это всегда вызывает, ну, дискомфорт такой у преподавателя придумывать неверные варианты ответов. Ну, дальше формируем, собственно говоря, уже в базе знаний сами контрольные вопросы. Вот они тут сгенерировались. Первые два вопроса – это одиночный выбор. Третий вопрос – это множественный выбор, да. Давайте это дело сохраним и посмотрим, как наш тест с вами будет выглядеть. Вот у нас, значит, учебный план по культурологии для студентов, это контрольные материалы, количество вопросов три, и посмотрим, что это такое будет. Ну, примерно так это будет выглядеть уже у нашего пользователя, который будет проходить тест. Страничка с вопросами, ответами. Ну, я сейчас, типа, угадайте, да. Ну, главное, что мы… Ой, результат не угадал, играл, но не угадал ни разу. Вот, коллеги, таким способом мы с вами сможем формировать еще основу для контрольно-измерительных материалов. Все это в рамках одного нашего курса, блока, который мы создаем, да, учебный план по культурологии для студентов университета. Вот. Наверное, да. Ну, и понятное дело, что мы с вами в конечном счете, да, публикуем проект в виде скорма, ну, либо по формату лонгрида, в виде скорм-пакета, который вы затем можете разместить уже в своей LMS-системе какой-либо. Вот, коллеги, на этом я свою краткую, наверное, презентацию, вернее, демонстрацию закончу и вернусь к ответам на вопросы. Так, где наша… Есть ли вопросы? Вопросы, которые появились по ходу дела, там примерно следующие сейчас. Возможно ли использовать в системе на практические занятия с студентами в рамках мини-курсов по LMS бесплатно? Да, возможно, конечно. Записи… А, ну, это ответ на вопрос. Какие вызовы могут возникать при использовании искусственного интеллекта в дошкольном образовании? Значит, я сам человек уже старшего школьного возраста, прошу прощения, про дошкольное, как-то вот я не сразу готов. Это скорее вопрос, наверное, к методического характера, чем технического дошкольного образования, потому что это все-таки… Ну, вы знаете, там есть теория привязанности, да, вот все-таки такая детская педагогика ближе к психологии. Поэтому я, к сожалению, не отвечу, как человек по образованию инженерному, да, все-таки на вопросы, связанные с методическим применением искусственного интеллекта в дошкольном образовании. Ну, вот честное слово, я прошу прощения. Можно ли создавать по техническим дисциплинам? Да, конечно. И, может быть, даже с большей степенью эффективности, потому что чем более формализован материал, а в отличие от гуманитарной направленности, да, технические курсы, они все-таки в значительной степени больше структурированы, там, определения, там, примеры, да, всякие разные задачи, это все на выходе, получается, интереснее, вот я к чему веду, богаче и интереснее, то есть даже правильнее, наверное, да, это использовать в каком-то смысле для технических инженерных курсов. Насчет формул. В Явтри встроен редактор формул, масс-эмэль, то есть вы можете, да, использовать формулы. Другое дело, что чат G5 формулы может возвращать, ну, в виде картинок, и тогда их, конечно, не отредактируешь, но, ну, если чуть-чуть добавить ручного труда, то в масс-эмэле в виде автора можно создавать формулы, там, или редактировать, или переписать их, да, непосредственно в платформе. Все ли могут регистрироваться на вашей платформе, следующий вопрос. Да, все. Ну, если это, так скажем, платформа по условиям использования предназначена для бесплатного использования для преподавателей, то есть для тех, кто не использует свои курсы в коммерческих целях, в первую очередь, вот, потому что преподаватели, ну, часто работают, как и я, да, в свое время, скорее за идею, чем за деньги. Можно ли работать на платформе с учебными программами на иностранных языках? Можно. Да, можно. Более того, там, при создании курса, я про это не упоминал, но если вы посмотрите, вот, когда зайдете на платформу, там есть, ну, такая, типа, welcome, окошечко ссылки, то одно из свойств платформы – это возможность создания курсов на одного курса, но на разных языках. Там на русском, английском, казахском, ну, каком-нибудь еще. Там встроена система автоматизации, которые позволяют вам относительно легко перевести курс на другой язык и использовать одновременно, в том числе, одновременно, в рамках одного курса разные языковые среды. Можно переключаться, сохраняя контекст языковый. Так, для студентов нет возможности. Ну, есть, конечно же, студенты еще более несчастны, чем мы с вами. Если раньше, помните, да, в советское время стипендию, вот, у меня было там 40 рублей, а потом еще там и 90, то сейчас у них она, по крайней мере, на них можно было что-то купить. Сейчас это чисто символические значения во многих случаях. Поэтому, конечно, мы же с них деньги брать не будем. Коллеги, есть ли еще какие-то вопросы? Вот Ирина спрашивает, я как преподаватель могу пригласить своих студентов на свой курс бесплатно? В целом, да, но вы можете опубликовать его, этот курс, дать мне его ссылочку, они его будут проходить, но постольку, поскольку они будут проходить курс этот без авторизации, это как книжку взять в библиотеке, да, они смогут знакомиться с материалами, проходить тесты, но вы не узнаете результатов прохождения тестирования, потому что для того, чтобы они появились, вам необходимо иметь место, куда эти результаты будут приходить, ну, ЛМС-систему, да, грубо говоря, чтобы там был как-то журнал успеваемости, чтобы можно было посмотреть ответы на вопросы, применительно каждому Иванову, Петрову, Сидорову, ну, студентам той или иной группы. Вот этого не будет, потому что это просто как книжка, да, электронная такая получается, интерактивная. Если вам необходимо, чтобы вы учебные результаты тоже фиксировали, то необходимо этот курс поместить внутрь АЛМА-системы, поддерживающей скором. Так, коллеги. Так, ну что же, я так понимаю, что вопросов больше нет. Тогда к завершающим слайдам. Завершающим... А, вот еще появилось от Натальи. Если нужно поменять количество ответов в тестах, это только вручную или на основе того же искусственного интеллекта? Или можно задать количество ответов? Ну, к сожалению, количество ответов не задается. Вы можете добавить вручную какие-то варианты ответов. Ну, я примерно то же самое делаю, да. Количество изгенерированного материала зависит от качества формулирования вопросов. Ну, безусловно. Чем точнее вы сформулируете, чем богаче на входе исходные данные, тем адекватнее будет конечный результат. Он... Как бы нет гарантии того, что он будет полон. Нет гарантии того, что он будет 100% верен. Ну, есть еще там и понятие авторской позиции, да, там верен в точече зрения не столько ошибок, да, сколько интерпретации вот того, что генерировал. Поэтому, безусловно, ваше участие здесь просто... Ну, ваше участие как автора необходимо. В нашем случае то, что мы видели, искусственный интеллект просто помогает, правда, в значительной степени, помогает сформировать исходный материал, который в конечном счете... Ответственность за который в конечном счете не ищете вы как автор и разработчик, да, а не искусственный интеллект. Так. Да. Платформа, вопрос, платная или нет. Опять же, для отдельных преподавателей, ну, для всех, вернее, преподавателей, которые не получают, не являются, как бы, не ведут бизнес, они не коммерческие преподаватели, условно, это бесплатно. Если речь идет об организациях, то платформа для организаций, она платна. Для личного использования бесплатно. Ну, что ж, коллеги, да, так, все-таки к завершающим слайдам. Помните, начинали с Джонатана Свифта. Мне очень понравилось, когда вот с материалами знакомился, одна из его фраз, таких крылатых, которые имеют к нашему сегодняшнему дню в значительной степени отношения, да, мечты, ну, вольный перевод такой на русский язык. Мечтайте, ибо по красоте мечты вашей вы займете свое место в будущем. Вот, Свифт мечтал, и он в нашем будущем присутствует. Вот. Ну, что ж, коллеги, тогда спасибо за внимание. На слайде теперь, ну, QR-код и адрес, по которому вы можете попробовать платформу. Ниже мой телефон и электронная почта. Если будут у вас вопросы, я с радостью на них отвечу, в устной или письменной форме. Мечтайте. Спасибо.